Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Я вот все думал, а каким будет же, каким же станет ответ вот великой, могучей Россиюшки за пощечину, которую получила путинская банда в Белгороде. Ну, все думал-думал. И знаете, я как-то вчера так думаю, да не, ничего не сделают, просто будут триндеть и запугивать. Даже запугивать не смогли. Да, они стрельнули по Харькову, но дело в том, что по Харькову они стреляют уже в последнее время беспрерывно. И чего-то сверхнеобычного в этом, увы и ах, уже, к сожалению, нет. И так, в своем бессилии, Российские не придумали ничего лучшего, как ответить за Белгород, значит, просто обычным триндежом. Сначала этот, господи, как его там, прости, фамилия Песков заявил, что Путин осуждает удар по Белгороду. Ну, слава богу. Правда, он не уточнил, какой из Путиных имена, Василич там, или какой там еще, но не столь важно, да. Ну, они осуждают. А потом, ну, пошло вообще уже ерунда. Посмотрите, даже вот этого дурноватого алкогнома Медведева куда-то спрятали, и он, будучи с Будуна... Не, он что-то там писал, но уже никто же серьезно не воспринимает эту всю чухню. Чем они ответили в результате? Они выкатили сегодня утром вот такенный лист. Откровенные, просто бредятинные выдумок. Они, значит, на Белгород ответили следующим. Мы, бла-бла-бла, победили 200 Хаймарсов, бла-бла-бла, уничтожили 500 наемников, бла-бла-бла, попали в гостиницу, которая на самом деле была пустой, бла-бла-бла, там уничтожили то-то, уничтожили 200 ракетных комплексов Альха, уничтожили 500 установок МСТА-С, уничтожили 450 танков Т-64 и 2 межгалактических крейсера на добавку. Все. Короче говоря, они, будучи импотентами и будучи не в состоянии реально что-то показать на фронте, кроме обычных местных штурмов, которые у них идут постоянно, особенно сейчас Запорожская область этим, отличается ситуация под работе, но это я попозже расскажу. То есть, будучи военными импотентами, они просто решили вот этот вот невероятно мощный ответ за Белгород тупо выдумать. Ну, потому что ничего более того, что они и так делают каждый день, я имею ввиду обстрел Херсона, обстрел Харькова, они предложить не смогли, уже и нечего предлагать, и нечего выдумывать. Хотя, в то же самое время, я думаю, что они что-то захотят сделать на Новый Год, вполне возможно, да, что-то захотят сделать на Новый Год и какую-то гадость преподнести украинцам. Но почему-то мне кажется, что как раз Новый Год имеет все шансы быть очень веселым у них, да, поэтому подождем, увидим.